Анастасия заканчивает учёбу в Институте социальных наук. Сегодня она одна из первых, кто защищает диплом дистанционно, из дома. Тема у хрупкой девушки очень серьёзная. Технология постпенитенциарного сопровождения лиц от бывших наказания. Преподаватели слушают с интересом. С волнением девушка справилась. Это намного волнительнее, я думаю, чем присутствие именно непосредственно на кафедре, и сдача именно так. Но мы все прекрасно понимаем ситуацию, в которой мы находимся, и поэтому никаких трудностей особых не составило сдавать диплом дистанционно. Чтобы не было трудностей дежурить модератор, заранее несколько раз со всеми участниками конференции он отрепетировал соединение. И сейчас следит, чтобы не произошло никаких технических сбоев. Здесь, на моём рабочем месте, у нас две конференции проводятся. Одна конференция общая, где идет защита студентов, и уже конференция со студентами, где отдельно я проверяю паспорта, подготовку, работает ли у них камера, работает ли у них связь. В институте это первый экзамен, первый опыт именно у будущих специалистов о социальной работе. Ну и во всём госуниверситете это один из первых опытов сдачи государственной итоговой аттестации. Успешно мы справились с помощью работников нашего университета. У нас есть специальное подразделение структурное, которое занимается именно техническим оснащением подобного рода мероприятий. Так защитить дипломы ещё предстоит 16,5 тысячам студентов в Иркутской области. Все университеты к этому готовы. Нужно сказать, что все университеты и в целом период дистанционного обучения прошли спокойно, достойно, на хорошем уровне. Нет никакого существенного изменения в графике защиты выпускных квалификационных работ нет в ВУЗах. Государственные экзамены в некоторых университетах, где это предусмотрено программой, отменены. Большая часть студентов сдаёт только квалификационную работу. Но некоторым студентам всё же предстоит сдавать гос. В таком же онлайн формате, как и защита дипломов.